что-то самое лучшее ну а сейчас к слову божьему я хочу поприветствовать всех кто с нами в онлайне кто смотрит нас на каких-то просторах интернета на каких-то каналах пусть мир божий пребудет со всеми нами аминь и тему которую я сегодня хотел нам всем предложить чтобы мы подумали чтобы мы поразмышляли чтобы мы рассмотрели ее я назвал на фоне я вот сегодня поговорил с несколько с несколькими так сказать старожилами этой церкви ну те кто здесь долго я у них спросил узнаете я говорю когда я пришел в церковь вот этот зал вот этот зал он выглядел но немного иначе вот эта стена на которой на которую мы сейчас видим которая стоит по нам она такая была цвета морской волны правильно кто помнит помните и на этой стене висела два светильника вот здесь и здесь я помню когда я первый раз попал в этот зал я думал вот это какие-то божественные светильники вот наверное в них в этих светильниках ну какая-то вот найти вот что есть такое божественное мистическое и в принципе мне нравилось потом поменялись какие-то времена какие-то настроения кто-то куда-то съездил посмотрел мы начали снимать это на видео мы начали понимать что нам будет комфортнее интереснее нам будет на фоне черном будет картинка поинтереснее вот там мы повесим вот такие гирлянды и мы сделали вот такой фон кому нравится мы сделали такой фон и мы им наслаждаемся и знаете эту мысль которую я хочу продолжить она заключается в том что помимо того что мы все взрослые люди и мы когда-то может быть принимали участие в каких-то поклейках обоев или так да мы сами для себя выбираем некий фон на котором мы хотим жить знаете иногда квартиру кому-то зайдешь и такая знаете квартира белая белая вот ну как бы вот человек он почему-то захотел жить вот в белом светлом а иногда зайдешь такую квартиру там знаете такая как замок видели такое там у кого-то в китайском каком-то стиле ну так человек представляет ему так комфортно кто-то наклеит плакаты каких-то людей знаменитости и ему тоже так комфортно но помимо этого я понимаю что из-за быка из-за бытовых каких-то условий еще есть фон самой жизни на котором мы живем это что на самом деле она как найти фон это то что является ну чем-то главным каким-то элементом на к на котором мы рассматриваем эту всю жизнь давайте вспомним с самого начала помните эдем и вот этот момент когда адам с евой они уже муж и жена когда они имеют заповеди от господа не есть де его познания добра и зла и про их происходит гаеха падения и все очень нехорошо и когда бог он начинает раз разговаривать с адамом он задает ему вопрос адам ты где адам гид я на ком кто тебе это сказал не нарушили вы ли то что на самом деле я вам заповедовал и отдам он понимает что ситуация аховая что все катится и падает куда-то в пропасть из помните что говорит адам он говорит он пытается смягчить смягчить эту обстановку он говорит это жена которую ты мне дал ну то есть что делает адам он понимает что на фоне всей этой ситуации он виновник что и он ответственный что вся нагрузка на нем и вопросы задаются ему но он пытается ее сам для себя как человек он пытается ее смягчить и на фоне этого божьего вопроса к себе он говорит давайте жену поставим на фоне может быть вот на эту подушку как-то помягче будет падать и знаете и отдам он сам в каком-то неком определенном жизненных обстоятельствах он формирует этот фон в виде своей половины и для него это наверное было он захотел хотел как-то не знаю оправдаться там может как-то чтоб полегче ну давай мы на двоих это возьмем это все я знаете хотел прочитать одно местописание это написано в евангелии от руки 18 глава с 10 стиха написано так два человека вошли в храм помолиться один фаисей а другой мытой фаисей стал встав молился в сам в себе так боже благодарю тебя что я не таков как прочие люди грабители обидчики прелюбодеи или как этот мытый пощусь два раза в неделю даю десятую часть от всего что приобретаю мытой же стоя вдали не смел даже поднять глаз на небо но ударяя себя в грудь говорил боже будь милости в ко мне грешнику сказываю вам что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот ибо всякие возвышающие сам себя унижен будет а унижающий себя возвысится аминь давайте попробуем разобрать эту ситуацию два человека не важно каких знакомые они незнакомые неважно в каком возрасте но давайте будем верить что эти люди добровольно пошли воскресенье в храм помолиться богу и вот эти люди они попали в один зал как и мы с вами все разные кто-то с высшим образованием кто-то со средним кто-то без образования кто-то худенький кто-то полненький кто-то спортивный кто-то нет все разные кто-то имеет финансы кто-то не имеет финансы Но мы все пришли перед лицом Божьим. И вот эти люди, два, мытый и фарисей, просто как люди, пришли, и мы смотрим, как думают и рассуждают эти люди. И мытый, вернее, фарисей, он мыслит так. Он говорит, Господи, спасибо Тебе, что я... И дальше мы читаем, что у него есть список людей, которых он там грабители, насильники. То есть он понимает, что творится в мире. И он, знаете, он такой говорит, спасибо Тебе, Господи, что я не такой, как они. И смотрит, рядом стоит сосед, мытый. И он стоит и смотрит на него. И это такая, знаете, ключевая его мысль. Он посмотрел еще так визуально. Слава Господу, что я не такой, как он. Знаете, что сделал этот человек? Он хотел себя как-то почувствовать. И фоном для себя, для своего комфортного размышления, для своей комфортной позиции, для своего какого-то комфортного проживания, для своего какого-то утверждения, он выбрал мытое. Может быть, там еще стояли люди какие-то, может быть, и богаче, и его, и познаменитее. Но он именно выбирает фоном человека более бедного, более какого-то там нездорового, более социально низкого. И на этом фоне человек, он, знаете, он чувствует себя комфортно. Он выбрал этот фон для себя и смотрит. Ну, знаете, в чем вопрос? Вопрос в том, что это он думает, что так все в реальности. А тот человек, который второй, он, знаете, он вроде бы такой невзрачный. И вроде бы все его преступления, все его болячки, все его какие-то вот поведенческие поступки говорят, что он низшая категория людей. Что он на самом деле, ну, просто такой, ну, не знаю, ну, недочеловек. Но при всем при этом, этот человек, он говорит как? Он говорит очень трезво. Во-первых, он говорит сам в себе, и написано, что он не может поднять даже лица своего. Потому что он четко понимает, он не ставит кого-то на фоне своей жизни и говорит, а я еще знаю, есть еще бедней, а есть еще хуже меня, а есть еще люди, которые, ну, я-то, и начал бы перебирать какие-то свои позиции, чтобы как-то оправдать себя и на фоне каких-то личностей или ситуаций выглядеть как-то. Но он смотрит на себя трезво и понимает, Господи, я вот такой, как есть. Кто из этих людей адекватный? Кто на самом деле из этих людей является на естественном фоне? Кто на самом деле является настоящим? Тот, который формирует свою жизнь и пытается быть кем-то и выглядеть как-то, или тот человек, который, может быть, имеет какие-то вопросы в своей жизни, но при всем этом понимает и трезво четко говорит, я сегодня такой, и сегодня мне нужна помощь, и сегодня я обращаюсь к Богу. И знаете, вот эти роли в жизни людей, они очень частые. Часто нам хочется сыграть какую-то роль, часто хочется встать на какой-то фон и почувствовать, и чаще всего этот фон мы выбираем какой. Начиная с Адама и прошло вот эти 3-4 тысячи лет, мы читаем про этих людей. Я понимаю, что и сегодня мы, люди, живущие в 2021 году, мы тоже выбираем для себя некий фон существования, на котором мы так или иначе будем выглядеть. Мы формируем для себя свою позицию. Я, знаете, я помню одна история, она такая яркая, которая, наверное, может показать на какую-то суть. Однажды нам позвонили, ну, мне, и сказали, пригласили на одну конференцию. И, ну, была такая пометка, была такая пометка, и эта пометка заключалась, знаете, в том, сказали, эта конференция закрыта, она не для всех. Уже удивительно, знаете, когда уже говорят, не для всех, но тебе позвонили. И они говорят, приедет один очень знаменитый дяденька. И у этого дяденьки есть определенные, ну, он как бы и дяденька, он и брат, определенные у него особенности есть. И этот брат, он из Америки. И у него есть история, у этого дяденьки, что он имеет откровение в том, что надо много жертвовать. И он в одной из служений каждый год дает по миллиону долларов. И тут все стало интересно. Тебе звонят, рассказывают о закрытой конференции, говорят, что мест мало, но тебя мы приглашаем, и там будет... И знаешь, ты уже забыл про дяденьку, про брата. И знаете, в этот момент, как будто у тебя осталась какая-то цифра, миллион долларов, и нас 20 человек. И в этот момент, ты знаешь, почему-то, ну, твоя же сущность, ты же можешь по-разному размышлять в этот момент, и быть на каком-то фоне таком, знаете, сказать, я рад за этого брата, что у него все так хорошо, и что он так может взять и раздать так много. Можно же так, да, на таком фоне радости, за братство, там, ну, я помню, мысль пошла так, так, нас 20 человек. Если все даже поровну поделить... И я помню, мы поехали на эту закрытую конференцию, и мы сели, а я смотрю на своих соседей, а все русскоязычные, такие же, как вот мы, себе идти, ну, я не хочу никого обидеть. И все сидят, и такое ощущение, что все так же подумали. И все сидят такие, и вот он что-то проповедует, говорит, а такое внутреннее чувство, когда мы будем делить наши деньги? И, знаете, такая, это все висит в воздухе. А для большей пуль... Вот, знаете, ну, для того, чтобы твои мысли, они как-то из виртуальных стали нормальными, тебе же надо еще, знаешь, как немощным выглядеть, знаете. Ты такой... Знаете, или... Ну, ты начинаешь еще образы какие-то принимать. Потому что на фоне миллиона долларов ты понимаешь, что надо вести себя. Ну, если ты придешь туда с золотыми цепями, если ты сам скажешь, что у меня есть миллион долларов, ну, на таком фоне ничего не сработает. Я, знаете, я помню, мы сели в этом ожидании, и такая компания из нормальных людей сразу превратилась в немощных. И он на нас смотрит и говорит, говорит нам какие-то вещи. И, знаете, он такую... И потом он, говорит, такую мысль, говорит, то ли он почувствовал, то ли он понял все, что тут происходит. Он говорит, вы, говорит, что, говорит, вы ждете, пока я вам начну давать? Он говорит, вот, говорит, вы... Вам, говорит, знаете, что надо? Вам, говорит, надо посмотреть на все по-другому. То есть, он говорит, вам надо фон сменить. Он говорит, смотрите, как все выглядит в мире. Он говорит, есть 200 стран, ну примерно. И вот Америка это экономически самая сильная, развитая страна. И понятно, что оттуда идут много ресурсов. И люди, которые смотрят туда и вечно думают, дайте нам, помогите, мы бедные, у нас ничего нету, мы так сильно нуждаемся. И люди на этом фоне, они начинают себя вести как ущербные. Хотя может быть особой нужды, голода или чего-то такого нет. И он говорит, а вы знаете, что Россия, она где-то стоит примерно где? Посередине по своей экономике в мире. И он говорит, и за вами стоит еще 100 стран, и эти страны очень сильно экономически меньше вас употребляют. И он говорит, и знаете, а есть страны, если ты дашь свои 500 рублей какому-нибудь африканскому ребенку, он будет месяц сходить там в школу или даже год. И знаете, он тогда сказал такую интересную мысль. Он говорит, на каком фоне вы хотите жить? Это выбор твой. И ты вечно будешь смотреть, и твоим фоном будет то, что тебе кто-то должен. Или тебе будет, что тебе кто-то должен что-то принести, дать, помочь. И ты вечно в этой позиции, потому что твой фон, он уже как стиль жизни. Дайте, помогите, у меня ничего нет. Я немощный, я больной, я старый. И какая бы, знаете, это стиль жизни. Или человек, он может выбрать для себя некий другой фон. Он может посмотреть на себя, на свою жизнь, на свои обстоятельства и посмотреть, кому рядом на самом деле тяжелее, кому рядом на самом деле труднее, с кем бы можно, кому можно было помочь. Как вы думаете, от кого зависит то, на каком фоне я сегодня буду жить? Я сам выбираю. Либо я ущербный человек, либо я человек, который могу принимать участие и сам быть благословением для кого-то. Но так или нет? И это только мы можем определять для себя, кто мы. Или мы вечно вот с такой головой, и нам вечно не хватает, и у нас вечно какие-то вопросы. Ресурсы, или я на самом деле тот человек, который говорю, у меня есть руки и ноги, у меня есть то, что поесть на сегодня, у меня еще какие-то есть возможности, ресурсы, которыми я могу поделиться. И я сегодня в Боге, я богатый человек. И это, знаете, еще раз скажу, это зависит от нас. Еще одно местописание, которое также хочу прочитать, это Матфея 20 глава. Наверное, мы тоже все знаем эту историю. Написано так. Матфея 20 глава, с первого стиха. Ибо царство небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и договорившись с работниками по Динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно и сказал, идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, и вот теперь самое важное, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, Друг, я не обижаю тебя, не задиная ли ты договаривался со мной. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать это последнему тоже, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых и мало избранных. Аминь. Это тоже притча, которая показывает о том, что людей куда-то пригласили. В принципе, так происходит в нашей жизни. С тобой о чем-то договорились. Тебя устроил этот контракт. Тебя устроил этот договор. Это обыкновенная формула жизни. Когда ты на что-то соглашаешься добровольно, ты этого понимаешь, ты этого... И тут мы видим ту же самую ситуацию. Люди, которые искали работы, получают ее. И им говорят, по динарию вы получите. Довольны, довольны. Будете работать? Будем. Все хорошо. Мир идет своим путем. Но хозяин, он и есть хозяин. И он берет и приглашает еще, еще, еще работников. И просто на это уходит какое-то время. И вот конец. Знаете, в конце часто происходит самое интересное. Потому что в конце... Кому интересно, кстати, сколько сосед зарабатывает? Знаете, есть циркляк, поговорка. Повернись к соседу и пожелай ему. Хочется сказать, повернись к соседу, спроси, сколько зарабатывает. Но, знаете, да может, а так-то интересно, а сколько зарабатывает? Может, не интересно, не знаю. Но этим было интересно по сущности. Ну, просто сравните. А что вы с моей-то? Я-то как бы на каком уровне? Эти смотрят... А вообще могли не смотреть туда? Ну, так-то не смотреть. Ну, взял свой динаида, пошел. Ты же договаривался, что тебе еще за других-то? Они смотрят, этим дают. У них сразу... Они же менеджерами стали. Они сразу посчитали все. Они увидели, что мы-то проработали такое количество часов, что мы-то сделали вот столько, а эти сделали на порядок меньше, но получили то же самое. И только в этот момент, когда на фоне этих... Пока на фоне этих людей, которые были вначале, не были другие, они вели себя нормально. Они шли по этому договору, и они без всякого, ну, так скажем, не знаю, там, каких-то плохих чувств. Но как только на их фоне, по их замыслу появилась какая-то несправедливость, написано, они начали роптать. И знаете, я думаю, интересно, сегодня в нашей жизни нечто подобное происходит, когда сегодня мы начинаем смотреть по сторонам. Вот я думаю, вот мы часто тогда сегодня говорим, нам тяжело жить, жизнь тяжелая. Я думаю, а с чего она у нас тяжелая? А я понял, с чего она тяжелая. Потому что, когда я еду на своей машине, и вдруг посмотрел на машину соседа, а она в два раза дороже, мне сразу показалось, что у меня жизнь тяжелая. Вот до этого момента, пока я туда не смотрел, или, знаете, на даче, ты там посадил помидоры, огурцы, у тебя не выросли, и пока ты не смотрел к соседу через огород, он был сосед и друг, и вы могли там обсудить что-то там, и даже поесть мясо. Смотришь, у него помидоры выросли, а у тебя не выросли. И в этот момент он, знаете, как будто становится какой-то противоположностью. Но самое главное, ты же ему предъявить не можешь, но где-то внутри, на фоне, он становится как будто твоим врагом. Кто от этого страдает? Сосед или тот, кто проехал мимо тебя, или кому в кассе выдали там на рубль больше, кто от этого начинает страдать? Только тот, который начинает фоном ставить кого-то, что-то, какие-то ситуации, какие-то моменты, сравнивая себя, и на этом фоне начинают вырастать что? Великие болячки. Потому что гордость, это то, что вызывает в человеке такие духовные болезни. Давайте вспомним, помните, был Давид с Саулом, да? Вот эти две личности. И Саул был царем. И в принципе царствовал, и что-то делал. И имя было, и уважение было. Ну, что было, то и было. Но в какой-то момент очередная война, и появляется Голиаф. Голиаф появляется, появляется, и мы будем это быстро пропускать, просто чтобы по сути понять. Появляется Давид, и побеждает этого Голиафа. И у Давида начинает что-то в жизни получаться. Его начинают слушать, уважать люди. И знаете, и Саул, он начинает это ощущать. Что рядом появился человек, у которого карьера, или жизненный путь, или его путь от Господа, ну, как-то по-другому складывается. И знаете, уже в следующей главе, в книге царства, я сейчас прочитаю, это написано, в первой книге царства, 18 глава, 8 стихом, с учетом того, что Давид убил Голиафа в 17 главе. То есть одна глава, и уже ситуация меняется. И Саул видит, что человека рядом с ним, тот, который был примерно, и даже ниже, так скажем, военачальником его, подчиненным, человек начинает, что, набирать некий авторитет. И тут самый пик, самый кризис. Помните, они возвращаются с войны, в Саул едет первым, идет Давид, и написано так. Когда они шли по возвращению, 1 царство, 18 глава, 6 стих, когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимляном, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю с пением, плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали, игравшие говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал Давиду, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И ключевой стих 9. Из того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Это хуже ковида. Песню спели. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ